Вот как это было. Что ему бедному делать? Куда ему серому деться? Батюшки мои, совсем волк обессилел. Собаки-то ведь три, а он один. Куда спрячешься? У кого защиту найдешь? Кто ему серому поможет? Ноги его ослабели, глаза остарели, а силу он всю на бегу растерял. И не то, чтобы передохнуть, не опомнится даже. Но, видно, не зря волк бежал, не зря скакал. На таком бегу, на таком скаку кровь-то быстрее по жилочкам переливается. Голова-то прыдче работает, мысли в ней спешат, одна другую обгоняют. И, заметьте, чем больше собак гонится, тем мысли проворнее, ловчее становятся. Но вдруг, что за чудо? Остановился волк, остановился и сел. Сидит на собак, глядит, как они приближаются. Вот они, собаки, прибежали, стоят перед волком. Сейчас ему конец серому, конец бедному. А волк спокойно им и говорит. Вот вы бежали, вот вы скакали. Ни одна, ни две, три. А зачем? Вы же, собаки, умные, вы, собаки, разумные. Сначала ответьте, а уж потом, коли ваша правда, съешьте меня. Удивились собаки, а сами молчат, что сказать не знают, хоть они, собаки, умные, хоть они разумные. Оглядел тогда их волк и спросил у собаки, у черной. Ты чья? Я собака-пастуха. Так я и знал, сказал волк. Загрустил, пригорюнился, а потом спросил у собаки, у белой. А ты чья? Я собака-рыбака. От судьбы не уйдешь, сказал волк и совсем голову повесил. Потом обернулся к рыжей собаке и ее спросил. А ты чья? Я собака-кузнеца, ответила рыжая собака. Тогда волк сказал, ты, черная собака, по праву, по закону гналась за мной. Уж больно много я серые перетаскал у пастуха овец. Обрадовалась черная собака. Да чего же все хорошо получается? Ты, белая собака, сказал волк, можешь гнаться за мной. Случись голод, утащу я у твоего хозяина рыбешку. И белая собака обрадовалась. Тоже хорошо. Но ты, собака-кузнеца, сказал волк рыжей собаке, ты-то почему гналась за мной? Ведь не мог же я съесть у кузнеца его железный молот и наковальню. Опустила рыжая собака свою голову и, смущенная, побежала прочь. Посмотрел волк на собак. Не на одну, не на трех, а на двух собак посмотрел. И сказал той, что белой была. Бежать-то ты за мной, скакать-то ты за мной могла. Верно это. Но разве я столько рыбы у твоего хозяина перетаскал, сколько овец у пастуха загрыз? Уж если кому меня съесть, так только не тебе, белой, не тебе, светлой, а черной собаке, пастуховой. Ей меня догонять, ей меня побеждать и ей одной меня съесть. Ни с кем, ни деля. Тут черная собака обрадовалась, клыками острыми оскалилась, развеселилась. Все ей и никому больше. Посмотрела белая собака на волка на серого, на собаку черную, подумала, и что это мне на ум взбрело за ним гнаться? Из-за какой-то рыбешки с собакой черной ссориться, с ним, с самим волком связываться? Подумала, только подумала, как поджала хвост и затрусила прочь. А волк, пока рассуждал, разговоры разговаривал, мало того, что дух перевел, совсем отдохнул. Ба! встрепенулась черная собака. Кажись, нас не двое, не трое, а теперь я одна с волком с глазу на глаз осталась и в страхе на утек пустилась. Убежали собаки. Ни одна, ни две, а все три убежали. А поумневший волк пошел дальше, приговаривая, хороши ноги, коли они быстро бегать умеют, но еще лучше, когда умные мысли от них не отстают и вовремя в голову приходят.